Всем доброе утро, мы сонные, мы спящие. Давай ты откройшь дверь, а я буду закрывать. Мы снова встали в 6.15. По-моему, у ребенка режутся зубы. Невообразимо капризный со вчерашнего вечера. Мы идем на завтрак, поедим и превратимся в людей. Ой, прости. Давай. Я вчера сорвала себе руку правую, и теперь у меня нет возможности нормально носить ребенка. И это печально. Артеша, это очень вкусно. Пока мы остановились на этом, хотя это было сложно. Я хочу съесть все. Ты тоже? Давай завтракай. Смотри, как будто это не он, выносил мозг нам сейчас назад. Ку-ку! Ку-ку! Артеша поспал, только что проснулся, и поэтому он такой счастливый. Потому что у него все хорошо. А мы... Нет, не все хорошо. Ой-ой-ой-ой. Все, капризули сразу лезут. Точно зубы режут. Мы вот сходили на завтрак, потом мы перепарковали нашу машину на подземную парковку здесь в отеле, потому что... Зачем ты меня облизываешь? Потому что на улице теперь парковка платная по будням. Ну, в смысле, теперь она платная, потому что настали будни дни. И выгоднее поставить на платную парковку отеля. Что мы и сделали. И потом мы вернулись в номер, уложили Артешу спать, я накрасилась и начала монтировать влог за вчера. Но не успела, конечно же, он опять очень длинный. И тут кто-то проснулся. Гулять пойдем? Пойдем гулять. Пойдем. Я уже на карте отметила все, что мы хотим посмотреть. Наш минимальный план. Сейчас чайку выпьем. Наверное, опять ребятенку покормим. Ой. Нет, все-таки подъема в 6.20. Это очень круто. Мне очень нравятся два типа комментариев, которые появляются к моим влогам. Первый комментарий. А что это за отдых, если вы не лежите на пляже? Я вот, например, очень люблю гулять по другим городам разным. Смотреть, какая там архитектура, какие церкви, как выглядят магазины, остановки, все на свете. Как люди живут. Мне это очень нравится. Пляжный отдых для меня это один из самых скучных. Если неделю жить и вообще даже на экскурсии не ездить, просто в отеле жить и на пляже валяться, ой, я начинаю сходить сама. Это реально скучно. Поэтому такой вариант отдыха мне очень нравится. И второй комментарий это, ну, отдых с ребенком, это, конечно, не отдых. Да кто вам такое сказал вообще? Это очень даже клево. Конечно, ребятенок вносит свои коррективы, но вообще, в принципе, его существование вносит свои коррективы в нашу жизнь. Да? И отдых с ним очень классный. Отель у нас хороший. Единственная моя претензия к отелю, это то, что нам дали... У нас вообще, в принципе, три кровати. Вот у нас две составлены вместо одной большой. И они ночью разъезжаются. И надо, вон, у Артеши вон так вот обустроено. Я спала на этой кровати, переползала к нему, и периодически, чтобы его покормить. И при этом иногда проваливалась в щель. Я сюда запихала, еще покрывала, чтобы не так это было страшно. Вот, в общем, пол скользкий, кровати едут. Это единственный минус, все остальное отлично здесь. Спать было хорошо. Тебе хорошо было спать? Мне тоже. Только бы встать не в 6 утра, а чуть попозже было бы вообще прекрасно. Так, Чайковский, я вот там чай поставила, вон, на полке. Ой-ой-ой-ой, все встали, забыли про нашего мальчика. Чашки? По-моему, за ноутбуком. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, Трутся об ось медведи, вертится земля. У нас тут суперсистема, гладильная доска в шкафу, очень удобно все выдвинули. Сейчас буду гладить, и потом это все складывается и убирается обратно. 11 утра, мы все-таки вышли из дома, и идем, спланировали маршрут. Первым делом, просто в горку идем, пойдем смотреть на церковь, самую крупную, которая тут есть, и там, мы говорим, вон она, и пойдем. Сегодня совсем не жарко, плюс 19. У ребенка вожделенный бутылек шампуня. Что-то там про бабу рассказывается. Мы, как обычно, церковь прекрасна снаружи, внутри, не знаю, открывается в 12, поэтому мы сейчас идем дальше. Придем сюда через часик. И так поздно вышли, и все равно все закрыто. Вот это, интересно, что такое, как-то на российское похоже что-то. Колокол бьет, равна 11. У меня отжали велик! И недовольный такой. Поехали тогда прямо и направо. Мы решили взять велосипед, по очереди будем кататься, мы не катались этим летом, и очень хочется. Пускай медленно, но прокатиться. Ну и плюс отдыхать можно, а то ноги уже болят после прогулок. Я еле запитались. Можно опустить сидушку. Идеально ровный газон. Идеально. Обалдеть. Мы изобрели в торговый комплекс. Случилось самое плохое, что могло случиться. Мы нашли финский фикс прайс. Походу, сейчас начнется у меня. Вкусняшки всякие. Целая куча. Ой, это что такое? Ах, какая модная штука. Бесполезная и модная. Можно взять. Контейнер классный какой. Тут зарядки есть? 6 евро. Но ты же вроде купил. Посуда, посуда, наушники. Ой, чехлы. А чего это все, что ли? А почему только на шестерку? А на пятерку где? А тут всякие игры прикольные. Маленькие. Кучки. Вы знаете, что мы мне купили? Мы купили мне очень модные, очень красивые, очень бесполезные солнечные очки. Во. Они очень прикольные. Я не смогла пройти мимо. Мы еще прогулялись с ней, снимали и зашли теперь в продуктовый. О, бананы. Слушай, у нас кончились бананы. Может быть их купить? Какая же прогулка без вкусняшек? А я тут уже хомячик изо всех сил. О, как ты ешь! Мы пришли на набережную. Тут приходят какие-то катера. Если честно, мне очень интересно, нет ли тут каких-то прогулок морских. Но, скорее всего, нет. Городок совсем маленький. Но выглядит это все очень симпатично. Смотрите, сколько катеров, яхт. Вообще, красота. Погода снова суперская. Музыка. 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 Это карта котки. Мы начали вот отсюда. Сходили в церковь. Она оказалась закрыта. Вернулись обратно. Прошлись по улице. Пришли в парк. Прошли через парк. Вышли на набережную. Прошли по набережной. Перешли вот этот мостик и отправились гулять вдоль моря. Тут восхитительно красиво. Эта камера не передает вообще это для рекламы. И вот так вот мы шли. И шли. И шли. И шли. И шли. И шли. И шли. Здесь мы вот здесь. И теперь нам надо пройти вот так. И если хватит сил, мы отойдем до смотровой площадки. И если мы успеем, мы все-таки вернемся к церкви. Но я надеюсь, что к пяти часам мы успеем в отель, потому что нам надо сдать велосипед. Мы опять зашли в магазин купить уже на вечер немножко продукты. А, кстати, может быть тут салаты посмотреть готовые. Тут бывают вкусные. Вон там как раз отдел. Давай глянем. Мы решили взять по такому салату. И у нас со вчерашнего дня осталось покупку пиццы. Вечер еще себе хочет колбасы какой-нибудь. Я не хочу. Мне хватит пиццы. В общем, нам не попасть в церковь. Там играет орган. А сейчас расписание посмотрим, что там проходит. Церковь закрыта, хотя должна быть открыта еще. И ты едешь на велосипеде до отеля. Да. Сейчас я тебе ключ отдам. Ключик, ключик, ключик. На. В общем, вот после магазина... Давай мне, пожалуйста. Думали зайти на смотровую башню сходить. Но мы так устали. В общем, мы устали и решили не идти на эту. Все, ты его разблокировал на смотровую площадку. Сил потому, что уже нет. И вот хотели церковь посмотреть, но она закрыта. Поэтому мы сейчас идем в отель. Мы уже нагулялись по самой. Не могу. Что нам? А, нам не удалось посмотреть правда водопада. Мы почему-то прошли мимо них. И сил вернуться к ним уже тоже нет. Но там было так красиво. Там, где мы гуляли, просто обалденно. И камера вообще ничего не передает. Что там? Это край на земле. Моей маме очень нам понравилось. Ну вот как в Сестровенске на море. Когда вот. Вот как у меня в заставке. Понимаете? Такое ла-ла-ла-ла-ла. И вот там тоже такое ла-ла-ла-ла-ла. Но только без всякой музыки. Круто. И мне понравилось. Потому что сейчас мы будем наслаждаться жизнью. В отеле валяться, есть, принимать душ. Кривать. Мы уже миллион лет как вернулись обратно в гостиницу. Весь вечер валяемся в кроватях. Объедаемся и кайфуем. Ничего не делаем. Не, ну я еще почту рабочую разгребаю. Правда. Из работы. Потому что меня все потеряли. Вот. А так. Ничего не делаем. Это так. Кайфово. Ребенка сегодня мылашила в процессе. В семь часов вечера. Надеюсь, он не встанет завтра раньше шести. А то это будет жасто. Сейчас иду вниз. У нас очень жарко в номере. Солнце. Потому что с нашей стороны. И у нас снятые ручки со стеклопакетов. То есть мы не можем открыть окно. Только кондей работает. Он как-то дохлый. Это даже не кондей. Это вентиляция. Я хочу попросить ручку. Чтобы открыть окно. Потому что тут должно стоять в номере. Вот. Еще я обгорела. Немножко. Видите? Вот этот нос красный нос. И щеки красным лишили. Вообще бордовый. Головный лог хмурился от того, что солнце было. Я вообще еду наверх. Короче, я лишил хмурился от того, что шурился на солнце. И потому что он был в значковке. У него прямо лоб красный. А морщины светлые. Так смешно. Но он очень сильно обгорел. Я намного меньше. Не знаю почему. Но видимо из-за того, что я гуляла с ребенком постоянно. И по чуть-чуть, по чуть-чуть загорала. А он вообще был. Ух, тут приятно. Мне вручили эту волшебную вещь. Сейчас. Глазит. Хорошо. Какая дверь тяжела. Мне очень нравится то, что мы вообще не слышим соседей. Я даже не знаю, они у нас есть. И когда кто-то идет по коридору, тоже не слышно. Потому что здесь кавер. Вообще у меня очень хорошее впечатление об обоих отелях. Единственное, вот в этом разъезжаются кровати. Это единственный мест. И все. Спокойной ночи, ребята. Увидимся завтра. И я надеюсь не в 6 утра. Пока.